Конгрессменом или президентом Криса Эванса становиться пока не собирается, но в американскую столицу актер приехал с вполне серьезными намерениями. В здании Конгресса он встретился с представителями обеих партий, республиканцами и демократами, чтобы обсудить свой новый проект, Starring Point, который он разрабатывает специально для политиков. Это будет сайт, на котором они смогут в формате минутного видео отвечать на вопросы, которые больше всего волнуют граждан США. Такой способ общения власти и народа, по мнению Эванса, поможет избежать недопонимания и найти честные ответы на волнующие людей темы. Актер уже обратился в интернете с просьбой присылать ему вопросы, которые он обещает передать конгрессменам. Я хочу подчеркнуть, что этот сайт не связан с моими личными политическими взглядами. Этот сайт о ваших взглядах. Это ваш шанс высказаться о проблемах, которые важны именно вам. Слухи о гражданской инициативе актера ходили последние пару недель, но до самого своего визита в Конгресс он хранил все подробности в секрете. Известность Эвансу принесла роль супергероя из вселенной Марвел «Капитан Америка». Следующая картина с участием его героя «Мстители. Финал» выйдет через две с половиной недели. Издание «Форбс» предрекает картине рекордные сборы в первые выходные проката – 900 миллионов долларов. Такие прогнозы вполне могут оказаться реальностью, учитывая, что за все 12 лет своего существования студия «Марвел» на кинопрокате заработала 18 миллиардов долларов. В Лас-Вегасе прошла 54-я церемония вручения музыкальных наград «Кантри Мьюзик Эвордс», которые отмечают артистов, добившихся наибольших успехов в музыке стиле кантри. Из года в год всех гостей премии затмевают певец Кит Урбан и актриса Николь Кидман. Но на этот раз все внимание прессы было приковано к паре не только из-за их звездного статуса, но и из-за победы музыканта. Урбан взял награду в главной номинации «Артист года». При этом певец признался, что впредь будет творить исключительно ради собственного удовольствия, а не ради продаж студийных альбомов. Теперь у нас есть возможность записывать музыку и отпускать ее в свободное плавание. Хорошо не думать о временных рамках, видеоклипах и альбомах. Это потрясающее чувство. Ну и теперь немного о любви. Не успел Джефф Безос объявить о том, что договорился с бывшей женой об условиях развода, как его новая возлюбленная Лорен Санчес тоже поспешила расторгнуть свой брак. Ровно через сутки после того, как миллиардер и его жена Маккенди огласили все детали своего расставания, американская телеведущая сразу же подала на развод со своим мужем, с которым прожила вместе 14 лет. Если для Безоса и его теперь уже бывшей супруги главным вопросом в суде было распределение акции «Амазон», то Санчес придется договариваться с мужем по поводу опеки над их двумя детьми. Напомню, что именно за романы с телеведущей в январе Безос объявил о своем решении расстаться с супругой. Продолжение следует...